Привет, с вами Станислав Фалентинович, и сегодня мы с вами поговорим о том, что такое конспект, чем он лучше скрипта, ну и самое главное, как его вести. Прежде чем мы продолжим, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал для того, чтобы получать следующие полезные и важные видео для подготовки к ЕГЭ оперативно, просто чтобы их не пропустить. Давайте начнем с небольшого предисловия. Я считаю, что ЕГЭ по моим предметам, по обществу знанию, по истории, это экзамен не 21 века и даже, может быть, не 20 века, а формата 18, даже 19 века. То есть, в 18-19 веке, особенно в 19 веке, совершается промышленный переворот, и необходимо подготовить было большое количество людей, быстро их обучить, для того, чтобы они могли в целом научиться читать, писать, стоять за станком, выполнять какие-то элементарные рабочие функции. И для этого было создано по всему миру, и в Европе, и в Америке, и потом в Российской империи, в Советском Союзе, в 20 веке, было создано образование, которое отвечало именно запросу того, что нужно было быстро, надежно подготовить рабочего, который будет стоять у станка. Но это соответствующий уровень образования. И вот ЕГЭ, почему я отношу к образованию того типа, потому что это не то образование, не тот экзамен, который готовит человека к 21 веку, к постиндустриальной эпохе, к информационному обществу, в котором, скорее, играют большую роль навыки soft skills, то есть всякие разные мягкие умения, иначе говоря, не просто ваша зубрежка, а умение взаимодействовать с другими людьми и тому подобные навыки. А вот ЕГЭ — это формат экзамена, который требует от вас большого количества заучиваний. Вам нужно много зубрить, вам нужно бесконечное количество времени тратить на то, чтобы либо, как раньше в Обществу Знаний, выучить определение понятия. Ну, сейчас не определение понятия нужно выучить, а нужно выучить признаки. В истории нужно учить бесконечное количество датировок. Условно бесконечное, у нас нет никакого... Просто нет никакого конечного списка дат, которые нужно знать для ЕГЭ по истории, Но в основном, когда спрашивают, ориентируемся дат на 300-350, просто единиц датировок. И это просто зубрежка, это часть экзамена. То есть если вы не выучили дату, значит у вас потенциально, как минимум, есть несколько баллов минус, как минимум, например, к тексту задания по истории, есть вероятность, что вас просят точную дату. Например, манифест о присоединении Крыма, 1783 год. Вот казалось бы, ну насколько это принципиально важно, именно держать память, что это был именно 1783 год. Почему бы это не посмотреть в каком-нибудь справочнике или учебнике, или просто в интернете? Это можно сделать очень быстро. И казалось бы, зачем это держать памяти? Ну, на самом деле, я считаю, что если профессиональный историк занимается каким-то периодом, то он на самом деле сам по себе эти датировки все выучит, потому что он с ними постоянно взаимодействует. А здесь нас заставляют учить датировки для того, чтобы лучше ориентироваться в историческом пространстве. Ну, то есть такое обучение через, я бы сказал, боль, через то, что нас заставляют учить все эти события, но зато они выстраиваются в какую-то систему иерархию. Но это подход, в общем-то, не современный. Это подход вот туда, 19 века. И вот теперь, зная, что ЕГЭ, это, на мой взгляд, не современный экзамен, он в определенной степени, как я уже сказал, отставший от эпохи, но имеем то, что имеем. И наша российская система образования, она, конечно, наследует советской системе образования, которая в свое время, на самом деле, наследовала системе образования Российской империи. Понятно, что они там трансформировались и так далее, но вот повторим классический тезис. Очень многие школьные учителя, я бы сказал, категории 40+, хотя, может быть, обидж, здесь дело не в возрасте, но в основном чаще возрастные преподаватели будут это использовать. Я работал в школе, я прекрасно знаю риторику, лексику очень многих преподавателей о том, что вот какое было советское образование прекрасное, и вот какое российское образование стало безобразное. На самом деле, кажется, что просто бревна в глазу не замечают, потому что что советское образование, что российское образование, это как две капли воды, за исключением просто наполнения определенных компонентов. А так, по большому счету, это система достаточно неэффективного образования. Да, это эффективная система, если мы говорим про Советский Союз, создание человека с определенной идеологией и так далее. А если мы говорим про современную Россию, идеологии, конечно, тут ее гораздо меньше, чем в советское время, она в определенном, конечно, объеме присутствует, но все равно. Это система зубрежки, натаскивания и так далее. Это не система того, что люди участвуют в каких-то большей части в проектных работах и так далее. Ну, этого всего нет. Очень интересно ваше мнение, согласны ли вы со мной. Но я сейчас не даю до конца развернутый тезис, потому что лекция о том, почему российское образование, это точно такое же советское образование. Просто сейчас не об этом разговор, но если вам интересно подискутировать, пожалуйста, жду ваши комментарии. И вот, зная, что современное российское образование, в общем-то, наследует уже систему образования 20-19 века, надо просто понимать, что то образование строилось на зубрежке, а чтобы зазубрить что-то, нужно делать конспект. То есть, цель образования в том, чтобы усвоить определенное количество информации. Но, конечно, есть другая часть, чтобы вы научились пользоваться этой информацией. Для этого существует вторая часть в ЕГЭ, и там, кроме зубрежки, есть несколько заданий. На самом деле, не вся вторая часть состоит из того, чтобы вы умели применять свои знания на практике. Потому что, теперь, задание 22-е по обществу знаний, ну, и вам просто задают несколько вопросов теоретических, и вы тут же на них отвечаете. Другое дело, конечно, творческие задания 19, 20 или 25-е задание, где нужно приводить иллюстрации, обоснования, аргументы. Вот это крутые задания. То есть, они требуют действительно уже не просто зубрежки, они требуют от вас умения составлять аргументы, обоснования, приводить какие-то жизненные зарисовки, иллюстрации и так далее. Хотя, конечно, они отсылаются к теории, но, а как, собственно говоря, иначе, они должны отсылаться к теории, они должны выявить возможность вами запоминания каких-то различных функций, различных социальных институтов. Ну, например, функции политических партий, и проиллюстрировать эти функции политических партий. Конечно, чуть-чуть зубрежки есть, но очень много еще и практического наполнения. И вот, для того, чтобы информацию лучше усваивать, для того, чтобы ее лучше зазубрить, заучить, я считаю, что прекрасным инструментом здесь является конспект. Я скажу сразу, что я конспектировать никогда не любил, потому что, во-первых, почерк у меня не выработался какой-то красивый, аккуратный и так далее. Я не очень старательно умею заполнять бумагу, тезисами и так далее. Но, может быть, просто потому, что в свое время, опять же, у меня не было какого-нибудь грамотного педагога, который научил бы меня это делать шаг за шагом, поступательно. У нас не было никакого курса, знаете, в школе или на первом курсе вуза. А давайте мы с вами научимся делать конспект. Я думаю, что у вас то же самое. Скорее всего, в 99% случаев ни в вузе, ни в школе не учат делать конспект. И поэтому я восполняю этот момент и хочу с вами поговорить о том, зачем он нужен, как он должен функционировать, зачем мы это делаем. Начну вот с какого момента. С того, что почему все-таки конспект, а не скрипт. Это, в большей части, для учеников онлайн-школ. Это основная моя аудитория. Кто либо ищет, где заниматься в какой онлайн-школе, либо уже занимается у меня, например, на курсах. И скрипт — это такая базовая вещь, особенно для гуманитарных дисциплин. В общем-то, она вполне себе используется и на биологии, и на химии. Тоже дисциплины такие похожие и на историю, и на общество знания. Вот с точки зрения, там, заучите термины и тому подобные вещи. Так вот, скрипт — это рабочая тетрадь. То есть, если вы возьмете, скажем, с 5 по 9 класс, очень много таких существует пособий для школьников, вот младших классов, когда у вас просто есть листочек, на нем предложение, написано не полностью, вы должны туда что-то вписать. Вы знаете, как на английском языке у вас пропущено предложение, пропущены слова, придумайте слово, которое туда нужно вписать. Только здесь вы не придумываете это слово, а вам говорит преподаватель на занятии. Очень многие занятия в онлайн-школах строятся по этому принципу. Просто берут заранее составленный скрипт, он выводится на экран, и преподаватель вместе с учениками заполняет этот скрипт. Это интересный вариант работы, может быть, как дополнительный вариант работы, он вполне себе классный, его можно использовать, но, на мой взгляд, это не является глубоким изучением темы, глубоким теоретическим погружением. Конспект позволяет как раз глубоко погрузиться в суть. Что такое тогда конспект, и как происходит занятие, когда мы конспектируем? У вас идет теоретическое занятие, или практическое, в зависимости от типа, может быть, совмещенный вариант теоретический, это когда вам рассказывают просто какие-то положения, вот у нас есть политические партии, что это такое, какие у них бывают разновидности, какие у них бывают функции, идеологии и так далее, и так далее. И ученик берет ручку и переписывает информацию с экрана. Но, если мы говорим про, конечно, такой подход уже не просто того, что есть говорящая голова, которая зачитывает тезисы с экрана, презентация, на самом деле, не должна состоять из текста, который полностью переписывает ученик, потому что, на самом деле, тогда это не презентация, На мой взгляд, это не занятие, а это просто египетское занятие для песцов. То есть, когда люди просто переписывают информацию с экрана. Фишка конспекта заключается в творческом усвоении той информации, которая дается. Таким образом, это для учеников годового или, например, полугодового курса в моем случае работает следующим образом. Кто-то из учеников уже, например, знает на самом деле, что существует определенная классификация идеологии. Он знает, что такое либерализм, он знает, что такое социализм и так далее. И в целом, ему достаточно сделать небольшие пометки для того, чтобы просто себе это вписать, лишний раз проговорить. Ну и, соответственно, потом не потерять эту информацию для того, чтобы составить 24-е задание. Для кого-то очень важно остановить, например, занятие, поставить его на паузу. В онлайн-школе это возможно. И если он смотрит это занятие в записи, даже если он смотрит его в эфире, в эфире тоже можно поставить на паузу. Потом догнать на увеличенной скорости спикера. И он расписывает большее количество информации. То есть, почему конспект является творческой переработкой информации? Потому что каждый человек по мере углубления в теорию, он знает, вот какие аспекты ему нужны, какие не нужны. Кому-то нужно вообще все. Ему нужно переписать все с экрана. Ему нужно все, что говорит спикер. Потому что презентация — это в основном тезисы. С исключением некоторых позиций, которые нужно выделить текстом. Показать это именно как дано в тексте. В основном все остальное дается тезисно. И спикер проговаривает эти вещи. Презентация спикеру нужна только для того, чтобы не забыть последовательность тех тем, о которых он говорит. И чтобы не упустить никакие элементы. И для этого человек заранее готовит презентацию и ведет по ней занятия. Но презентация — это не вся информация на экране. Презентация — это такое объединение, синтез человека, который знает тему. Он ее рассказывает. Просто если ничего не выводить на экран, а просто сидеть, вот как я сейчас за столом, без каких-то появляющихся подсказок, будет меньше внимания привлекаться у того, кто слушает, меньше будет акцентов и так далее. Поэтому презентация просто-напросто нужна. Это очень классное, хорошее сопровождение. При том, что это, конечно, тоже очень несовременная штука. Она осталась где-то, я бы сказал, в начале нулевых годов. Сегодня от презентаций, если мы говорим про компании, про деятельность больших корпораций, они, конечно, отказываются от презентации, потому что презентация уже недостаточно хорошо выполняет функцию сообщения какой-то важной информации. Ну, по крайней мере, та презентация, к каким мы привыкли, когда у вас там большие пласты текста, это точно неправильно. Так вот, конспектируя, вы должны для себя важные мысли почерпнуть, вот зачем мы делаем конспект, и что, и как правильно делать конспект. Здесь просто другой вопрос возникает. У каждого человека есть абсолютно свои потребности, своя скорость и так далее. Поэтому, отвечая на вопрос, как делать конспект? Смотреть занятие и параллельно со спикером пытаться записать что-то в тетрадку? Да, возможно. Может быть, спикер говорит не очень быстро, и у вас ваша скорость письма от руки, это очень важно, сейчас тоже поясню этот момент, позволяет вам написать это все в тетрадку. Все важные позиции зафиксировать. Тем более, что, может быть, если вам не нужно фиксировать прям 100% того, что говорит спикер, то, что представлено на презентации, может быть, вам нужны отдельные фрагменты. Вы вообще пришли, допустим, на занятия по политическим партиям, все остальное вы знаете, вы это уже разобрали, потому что такое может быть, вы же все-таки в школе учитесь, и в школе вам преподают определенные вещи. Но вот у вас западают, например, идеологии. Хорошо, пришли на занятия, повторили аспекты, связанные вообще с политическими партиями, и вот когда тема коснулась идеологии, вы конкретно берете ручку в руки и начинаете писать, 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 потому что здесь каждый просто маленький бит информации для вас имеет принципиально важное значение, потому что вы про это вообще ничего не знаете. Может быть такая ситуация, что спикер говорит достаточно быстро, вы не успеваете за спикером, вы не успеваете не то чтобы писать во время занятия, вы еле-еле успеваете за мыслью, еле-еле успеваете ее осознать и понять. Тогда, естественно, что вы выстраиваете свой ритм писания конспекта другим образом. Вы ставите на паузу, переписываете информацию с экрана, слушаете спикера, дополняете в конспект, делаете это разными цветами, например, выделяете какие-то важные второстепенные, третьестепенные мысли и так далее. Понятное дело, что сейчас я говорю про онлайн-школы, сейчас я говорю про конспектирование вебинаров, я сейчас не говорю про конспектирование того, как это будет в ВУЗе. Это совершенно отдельная тема, потому что в ВУЗе лекцию ты на паузу не поставишь. Там нужно делать по-другому. Но в основном, на самом деле, учащиеся прибегают к такому простому решению, приходят на лекцию, ее слушают, получают первоначальное такое вот понимание темы, о которой идет речь, записывают ее на магнитофон, ну, как магнитофон, на диктофон записывают, и дальше уже, допустим, дома перерабатывают это в конспект. Учитывая, что они прослушали, они знают структуру в целом занятия, могли сделать небольшой, набросать план. То есть план — это будет не конспект, это не подробное, а схематичное изображение занятия. И вот дальше этот план уже дополнять конкретным большим количеством тезисов, которым потребуется. В этом смысл конспектирования. Опять же, что каждый вносит вот в эту памятку именно то, что ему нужно, а не все подряд с экрана. И это очень частая ошибка тех, кто приходит, опять же, на вебинар. Они думают, что и спикера слушать даже не надо. В принципе, я пролистаю сейчас эти слайды, то, что там человек на фоне этих слайдов сидит или стоит, и, в принципе, этого и достаточно. Это и вся работа. Нет, конспектирование — это творческое преобразование информации. И поэтому я считаю, что конспектирование — это гораздо эффективнее, чем заполнение скрипта в рабочей тетради. Потому что рабочая тетрадь — это уже заготовленная болванка. Вы туда вписываете только то, что заранее для вас подготовили, что нужно вписать. Особенно если занятие идет по скрипту, преподаватель вписывает, а вы переписываете за преподавателем. Мне кажется, что, конечно, для учащегося 10-11 класса в основной массе это будет, ну, мягко говоря, не очень высокий уровень интеллектуальной работы — переписывать это за преподавателем. То есть роль преподавателя не в том, чтобы объяснить материал, а в том, чтобы прописать презентации, в презентации этот скрипт заполнить. Ну, это уже получается что-то другое, какое-то другое номинование нужно дать такому преподавателю. Преподаватель объясняет, но он по мере поступления вопросов в чате объясняет какие-то вопросы, дает дополнительные пояснения, потому что презентация заготовлена, заранее теоретический материал выдается. Но есть нюансы — у отдельных учащихся они задают вопросы на эту тему, и это очень классно дополняет. И вот эти вопросы, например, учащийся задал вопрос, он может его тоже занести себе в конспект дополнительно. Вот он таким образом работает с конспектированием. Так что конспект, на мой взгляд, я жду ваших комментариев, как вы работаете, как вы занимаетесь, насколько конспект все-таки превосходит именно по глубине проникновения в теорию, по проработке. Да, это сложнее, да, это дольше. Но, во-первых, когда мы говорим о том, что конспект пишется от руки, это дополнительный вариант освоения и усвоения информации. Дело в том, что у нас же разные каналы воспринимают информацию. Вы можете смотреть глазами и видеть то, что происходит вокруг вас. Вы можете слышать. Сейчас вы и смотрите на меня, и слушаете. Но в основном слушаете. Если мы говорим с вами про чтение, то вы смотрите на листок, проговариваете про себя, и таким образом воспринимаете информацию. Если вы делаете конспект, вы слушаете, смотрите, берете ручку, и еще моторик руки работает, что вы от руки вписали что-то, вы это запоминаете, что вы что-то писали, что вы отмечали у политических партий, ну, допустим, там, три каких-то направления. Вы их себе выделили, вы нарисовали это на листочке, что вот три стрелочки, три позиции, вы себе их запомнили. И это тоже помогает еще дополнительно визуально усвоить информацию. Именно так, как вам это подойдет. Кому-то нужно стрелочки нарисовать, кому-то нужно нарисовать какие-то, может быть, квадратики, которые идут один за одним. Дизайн конспекта — это уже очень индивидуальная вещь. Ну, если только она заранее лектором не продумана для вас, чтобы предложить вам уже готовый дизайн. Где-то у меня, например, он готовый, где-то, на самом деле, достаточно свободный, вы можете его перерабатывать. И еще раз, скрипт — это хороший инструмент. Я не против скриптов, но мне кажется, что скриптом нужно пользоваться, может быть, для первоначального ознакомления с материалом. Может быть, для того, чтобы потом повторить, поработать, прогнать эту теорию, с которой вы работали. Но нельзя относиться к нему как к единственному инструменту. Еще очень важное замечание по поводу того, как вообще вести конспекты. Эта вещь может быть для вас очень банальной, может быть, вы ее от меня уже слышали, а может быть, вообще впервые услышите. Хотя вы точно совершенно знаете про блоковые тетрадки, которые содержат в себе определенное количество страниц, которые скриплены между собой таким обычно металлическим кольцом. В чем фишка блоковой тетрадки и в чем ее существенное преимущество для того, чтобы делать конспект? Вы берете эти листочки и записываете на них конспект. Причем листочки можно еще делать разного цвета. Это удобно, ориентироваться в обществу знанию. Я к нему в основном сейчас буду обращаться. Хотя по истории то же самое. Тут все делится на определенные какие-то периоды или блоки информации. Вот у вас человекообщество — это белые листочки, вот у вас экономика — синие листочки, а там политик — красные, например. И вы уже знаете, куда вам пролистать этот конспект, чтобы повторить, например, блок политика перед пробником или перед зачетом или перед каким-то ответом, например, в школе. Вы открываете и пролистываете весь ваш конспект. Все то, что вы важное для себя отметили, что вы часто забываете, например. У меня, например, часто выпадают из памяти функции, потому что они в разных учебниках обозначены разные, в тестах тоже немножко другие. И вот небольшая такая путаница, и стоит эти функции отдельно всегда себе в конспект вносить. Благо, у меня конспекты — это мои презентации, поэтому я всегда к ним могу вернуться и повторить эти отдельные аспекты перед экзаменом, прежде чем сдавать экзамен, например. В этом году я буду сдавать досрочное ЕГЭ по обществу знанию по истории. И фишка блоковой тетрадки не в том, что в ней есть листочки, и что они крепятся на кольцо. Дело не в этом. Дело в том, что когда вы проходите, постигаете и общество знания, и историю, вы регулярно возвращаетесь все равно, так или иначе, к определенным аспектам тех тем, которые вы уже прошли. Может быть, вы изучили блок Человека-Общества теоретически, а потом вы решаете задание Человека-Общества на открытом стриме со мной, когда мы разбираем варианты Котова-Лисковой. И вы для себя обнаружили какую-то дополнительную фишку. И вот представьте, если у вас обычная тетрадка, у вас там место закончилось. Все, вы Человека-Общества исписали, дальше в следующей странице начинается политика, обычная тетрадка, из которой листы никак не выдержанешь. А вот блоковая тетрадка позволяет мало того, что сделать себе индикацию по разным цветам, например, можно потом поменять местами, блок Политика поднять наверх, блок Человека-Общества опустить вниз, потому что вы его, например, весь выучили, а политику еще нет. Таким образом повторять конспект сверху вниз, оставив те темы по приоритету, как вам это нужно. А самое главное, что вы можете взять листочек новый, отмотать листы, вытащить, вставить его, потом закрыть тетрадку, и у вас появится новое дополнительное пространство в рамках какого-то отдельного блока. Это суперудобно, суперважно, и таким образом у вас всегда есть пространство для того, чтобы ваш конспект пополнять. И вот возвращаясь, знаете, либо поздний школьный период, хотя тогда много писанины было, много чего я фиксировал для экзамена, но, может быть, не так сверхстарательно, как бы хотелось. В вузовское время я вообще предпочитал либо диктофоном пользоваться, либо находить лекции уже у кого-то, кто эти лекции подготовил, и, соответственно, и взять. Я любил слушать лекцию, а потом уже у кого-нибудь взять хорошенький, записанный конспектик аккуратно от руки. На самом деле, понимаю, что мне бы кто-нибудь сел бы, объяснил, что, слушай, ну, конспектировать это гораздо... Да, это неприятно. Да, это трудно. Но если бы ты конспектировал, ты бы сразу уже информацию лучше переработал. Да, почерк у тебя не очень. Ну, поработай над почерком, чтобы он у тебя был лучше. Или делай конспект, на самом деле, на ноутбуке, на планшете, где это возможно, там можно печатать быстро, еще и конспект можно делать, в общем-то, в печатном виде сразу. В электронном виде ты его можешь потом как хочешь распечатывать, как хочешь компоновать. Это вопрос о том, как делать конспект. Понятно, что больше, наверное, нужно уделять внимание именно писанине от руки. Потому что, ну, у нас такой устаревший экзамен, и писанины раньше было много, и сейчас это же самое писанина мы делаем. Но, в принципе, если вот у вас совсем не получается, как у меня почерк, ну, правда, не очень хороший, лучше взять тогда ноутбук, и, допустим, у вас идет вебинар, вы можете его смотреть на телефоне, а на ноутбуке, допустим, печатать, создавать себе вот такой вот лекционный материал. И потом его повторять, и не надо будет бояться того, что вы сами свои лекции потом не сможете нормально прочитать. Большое спасибо, что вы уделили этому видео время. Спасибо, что досмотрели до конца, и не забудьте, пожалуйста, лайк поставить и подписаться на мой канал. И надеюсь, что те советы, те замечания, те наблюдения, которые я вам сегодня рассказал, они помогут вам все-таки улучшить, повысить эффективность ваших занятий, гораздо лучше подготовиться к экзамену. У меня на сегодня все. Спасибо большое и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok